Медовый спас настау и по традиции ласуется сборами нового ураджая. У столицы спас сегодня смачный весел осветковали на фестивале медовый фольварок. У программе дегустации продаж меду и напоев, майстер-классы от пчеляров, конкурсы на лепший малюнок, букет, верш, костюм, широкий выбор специальных сувениров и подарунков хендмейд, однородных майстров. Пчеляры из всей страны приехали поделиться опытом и, конечно, ураджаям. А мед можно было убачить у любым колеры и у самых разных проявах, не только как корыстный продукт, але и как материал для сувениров, у большинствых это свечки. А жениховый невест на святе чекали медовые сюрпрызы. Мы, как музейные работники, не только внутри музея, людей примаем, проводим экскурсии, выставы ладим, але самим лесом наканавано выйти тут на этот подворок и ладить тут разные мероприемства. И тому вот в широку этих мероприемств такая импреза, как медовый фольварок. В седьмом классе задали сочинение, кем вы хотите быть. Значит, я написал, что буду пчеловодом и буду производить мед, и таким образом буду поставлять продукцию людям здоровую. И это моя идея, я воплотив в жизнь. Мероприемство, просвеченное меду, проходит, что год у Мастацки музея, а теперь, когда Амаль скончилась, реставрация музея Ваньковича, свято вырошили перенести у один из самых малявничих кутков Минска. Паласываться натуральным белорусским медом можно и аж до шести годин вечера.